Итак, дорогие друзья, все, мы продолжаем, продолжаем изучать Мишли, все, сегодня все успели, все успеем, вечером начинается праздник, уже скоро, совсем в 6 часов начинается праздник, Симхат Тора, да, это Радость Торы называется этот праздник, Ишмини Ацер вместе. Ну что, дорогие друзья, кто у нас все-таки дождался урока, всех welcome, и мы, значит, продолжаем изучать Мишли, 16 глава. Получилось, что вчера мы чуть-чуть возле ночи, возле Котеля ее поучили, но я сейчас повторю, чтобы чуденько, Михаил Музыковский, повторение мать учения, всем шалом, всем привет, повторение мать учения, значит, чем больше повторяешь, тем лучше оно ложится в голову. Итак, 23 отрывок нам говорит вообще фантастически важные вещи для жизни. Лев хакам я стиль пил. Написано, что сердце, мудрое сердце, оно умудряет рот. Что значит мудрое сердце умудряет рот? Сейчас мы поймем. Вальс фатав, йосиф леках. И на уста его добавит урок. Значит, здесь идет просто, нам еще раз показана вся цепочка мышления и вообще мир человека формируется его словами. Значит, в начале слова должны каким-то образом попасть на жесткий диск, записаться на сердце человека, на его мышление. Как слова записываются на сердце человека? Он их где-то слышит, читает. Я, например, до сих пор помню все песни бременских музыкантов. То есть в детстве легко запоминается, то есть вот эта коробка интеллект, она пустая, то, что называется сердцем. И на нее записываются песни из мультиков, мультики, установки родителей, учителей, какие-то всякие представления о мире, о жизни, о том, что такое хорошо, что такое плохо. И все это просто заполняет сердце человека и внутри оно находится. Потом это все всплывает, 70 тысяч мыслей всплывает у человека в сознании, из подсознания. И у обычного человека всплывает только то, что туда было поставлено. А что туда было поставлено? Опять же, мультики, книги, новости, ну и так далее. Теперь лев хахам. Что такое лев хахам? Мудрое сердце. Это когда человек загрузил себе, как мы программы загружаем, он загрузил в себя библиотеку слова Торы. Он загрузил установки Торы, то, что Бог сказал. Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. Так надо поступать. И тот, кто изучает Тору, у него внутри это Тора записывается на его подсознание для того, чтобы он мог жить по Торе. И теперь написано, что сердце, вот это вот сердце мудрое, подсознание мудрое, ястиль рот его. То есть у человека будут выходить слова Торы. То есть вначале я, например, это все прочитал, прочитал всех комментаторов. Теперь оно в меня вошло, теперь оно из меня выходит. Но теперь, когда оно выходит из меня, написано здесь в 23-м отрывке, что сердце, заполненное божественной мудростью, умудряет рот. И на устах его добавится еще урок. Что значит добавится урок? Добавится, когда ты объясняешь, ты сам как будто бы еще раз это слышишь. То есть сама вот эта вот система мышления, она очень автоматическая. То есть ты впустил себя, оно внутри варится, а потом оно у тебя выходит из подсознания в сознание. Потом оно выходит из тебя словами, и ты сам же эти слова слышишь. И то, как они выходят, в этот момент ты можешь услышать от себя же что-то новое. Добавишь урок, это называется. Понятно, да? Очень сильная цепочка. Но опять же, если на входе вошел в тебя мусор, то мусор и выйдет. Если на входе вошла в тебя Тора, то на выходе Тора и выйдет. То есть не может человек выдавать то, чего в нем нет. Понятно, да, идея? То есть обязательно нужно вначале себя заполнить, заполнить качественными, качественными словами Торы. И тогда, естественно, будет чем делиться, будет чему хорошему выходить. Теперь дальше, 24-й отрывок. 24-й отрывок звучит так. ЦУВДВАЖ АМРЭЙНОМ Значит, ЦУВДВАЖ это халы медовые переводят это слово. ЦУВДВАЖ ИМРЭЙНОМ Слова приятные. Значит, МАТОК ЛЯ НЕФЭШ УМАРПЕ ЛЯ ЭТСЕМ Значит, когда человек произносит вот эти вот слова приятные, не просто приятные слова, еще и приятным голосом. Вот этим приятным, радостным голосом. Вот это происходит. У него становится сладко на душе. Это у меня есть. Я когда преподаю ораторское мастерство, то я людям советую перед выступлением говорить четверостишее. Я рад, что я здесь. Я рад, что вы здесь. Я знаю то, что знаю. Вы мне нравитесь. И когда человек 2-3 минуты повторяет это четверостишее, как раз он достигает того эффекта, о котором здесь написано в 16 главе, в 24 отрывке. И царь Соломон это нам написал почти 3000 лет назад. Значит, вот ИМРЭЙНОМ сайт есть, да, такой Борис Малеров хорошо вспомнил. Вот ИМРЭЙНОМ это слова приятные. То есть слова торы, слова приятные. И когда ты произносишь внутри себя приятные слова приятным голосом, у тебя становится сладко на душе. А почему это надо произносить перед тем, как ты выступаешь? Потому что есть такое правило, что как, тоже в Мишле это написано, как маем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит отражение свое в зеркале, как лево дам ли лево дам, так сердце человека, как сердце другого человека. Если вы выступаете и у вас приятно на душе, то это передается другому человеку. Если вы общаясь с другим человеком и у вас плохо на душе, это передается другому человеку. Поэтому нам Стора всячески предостерегает не общаться с плохими людьми, даже к ним не приближаться, убегать от них. Потому что один плохой человек в негативном эмоциональном состоянии, он может реально, реально он может передать это как вирус такой, как заразная такая болезнь, он передает это другим людям вокруг себя и начинается конфликт. Теперь дальше, еще раз, все начинается с приятных слов, приятным языком, и они как халы медовые, и они мотокля нефеш, они человеку его, нефеш это его животная душа. То есть вот это просто тело, да, и они делают сладкое муфтеле, и марпеля эцим, это очень интересный врачебный совет, они излечивают его кости. То есть даже приятные слова излечивают кости, поэтому те люди, которые вот, например, есть велите раввины последних поколений, они все живут больше 100 лет, прям за 100 лет, ну вот, почему? Они все время говорят приятным голосом, приятные слова, остерегаются категорически лошонара, лошонара это даже если правда, но она неприятная, они ее вообще даже не говорят, потому что это нельзя сказать, что это правда, это всегда человек видит часть какой-то реальности. Так они избегают и слушать негативные слова, и произносить негативные слова, и говорить даже грубым голосом тоже избегают, и поэтому живут больше 100 лет. Обычный же человек, он все время в гневе, он все время нервничает, он все время обижается на кого-то, и этим самым написано было прямо тоже в Мишле, мы изучали, что, например, от зависти гниют кости. Что это значит? У человека внутри как яд такой, и этот яд распространяется ему по телу, и у него начинают гнить кости. То есть это очевидно, понятно, непрощение, зависть, обиды, гнев, раздражение, все это очень вредно для здоровья, и в 24-м отрывке нам объяснили, что как правильно надо поступать. А правильно так, медовые халы, булочки такие медовые, слова приятные, и что происходит? Когда ты говоришь приятные слова таким медовым голосом, то что? Опа, сразу моток ля нефеш, сразу тебе на душе тоже становится сладко, и как следствие что? Умар пе ля эцем, и оздоравливается кости. То есть если вот так поговорить чуть-чуть, минут 10-15, почитать Тору таким приятным голосом, приятные слова, то все, это как на курорт съездил. Как будто бы съездил, отдохнул, в сауну сходил, и все такое, да? Все, будем продолжать дальше, только приятным голосом. Дальше, 25-й отрывок. Еш дэрэх яшар лепны иш, вахарита даркэй малы. Есть путь, который прямой перед человеком. То есть есть путь, который кажется прямым перед человеком, а что? А в конце его, с другой стороны его, это пути смерти. Что это значит? Удивительная такая вещь, что так Бог устроил мир, что все, что запрещено, все, что не святое, оно привлекательное для человека. То есть именно вот этот ецерара, воображение, оно работает, что человек очень легко представляет, именно представляет в самом таком заманчивом свете вещи для себя абсолютно вредные и неправильные. А хорошие вещи, воображение не работает. Именно поэтому есть свобода выбора, потому что есть правильные вещи, по-настоящему ценные. Тора, заповеди, и они такие, ну, то есть, как бы, это нужно к ним продираться. Знаете, есть такая мишнафертия вот, что... То есть именно нам показана технология, что за митцвой ты должен бежать. Она от тебя убегает, а ты должен прилагать усилия, чтобы за ней бежать, за заповедью. А преступление, оно за тобой гонится, наоборот. То есть оно просто само по себе идет. То есть не нужно прилагать усилия, чтобы захотеть что-то запрещенное. Теперь, когда человек смотрит на самую короткую дорогу, она чаще всего самая короткая, самая простая, самая легкая дорога, она чаще всего обман, обманчивая, потому что, если мы посмотрим на обратную сторону медали, то это будет путь к смерти. Например, человеку очень легко сидеть на диване. Ему прям реально легко, приятно сидеть на диване. Ему легко, приятно кушать вкусную, сладкую еду. Ему легко, приятно... Значит, что еще ему легко, приятно? Ну, там, заниматься какими-то пустыми разговорами, делать то, что ему интересно, и не делать то, что неинтересно. Понятное дело, что заниматься спортом, это вообще глупо получается, да, с точки зрения первого впечатления от спорта. Потеть, напрягаться, уставать. Зачем? Прямой путь, расслабься. То есть, если ты устал, что ты должен сделать? По-простому, ты должен ничего не делать, правильно? Но если ты пойдешь по этому прямому пути, то что? Обратная его сторона, это пути смерти. Потому что те люди, которые едят только вкусную еду, те люди, которые не тренируются, те люди, которые не умеют ограничивать себя, это все путь к смерти. Понятно, да? Теперь дальше. 26 отрывок. Нефеш Амель Амлало. Ти Ахав Аллаф Пью. Значит, здесь написано так, что вот эта душа животная человека, да, которую, ну, она самая, больше всего ты ее чувствуешь. То есть, человек живет в своем теле, и он очень хорошо слышит сигналы тела. Голод, жажда, хочется отдохнуть, хочется там что-то еще сделать, да. Человек эти сигналы очень легко слышит. И получается, что человек все время трудится, трудится, его весь труд, вот этот Амаль, да, который, человек рожден для труда. И по-любому в этом мире человек трудится. Мы не можем пройти жизненный путь, не получив свою дозу страданий, свою дозу труда, свою дозу напряжения. Так оно работает, да, то есть, человек приходит в мир, есть день, ночь, и есть там этапы жизненного пути. Но в любом случае у каждого из нас есть своя, как бы, охапка напряжений, которые мы должны в этом мире проделать. Так работает система, что Бог сказал, что человек для труда был рожден. Адам ли Амаль Юлад, так написано в начале, прямо в Торе, что человек именно для этого труда был рожден. И там мужчине сказано, было такое, это проклятие, в принципе, было, что Безия Тапеха Тухаллехам, что в поте лица ты будешь есть свой хлеб. И, то есть, это как бы установка такая. Теперь, но как с этим быть? Например, Амаль, слово, вот это труд. Если по-простому, то люди трудятся. Зачем они трудятся? Ти Акаф Алаф Пиу. Потому что на него нападает его рот. Значит, ну, первым делом человек трудится, чтобы покушать, чтобы удовлетворить свои первичные физические потребности. То есть, человеку нужно кушать, нужно пить. Но, опять же, когда человек уже перешел этот уровень, то он уже сыт, у него полный холодильник и так далее. Дальше начинается уже чрезмерное. То есть, есть мера, да, то, что человеку необходимо для жизни, для выживания, для здорового питания. А есть чрезмерно, да. То есть, это то, что нужно продавать маркетологам, кондитерам, компаниям по производству колбасы и так далее. Это все очень сильно заматывается в красивые ритуалы, в красивые упаковки. И дается человеку, как приманка такая, чтобы он это видел, глаза видят, сердце хочет, руки-ноги делают. И люди начинают гоняться уже. Их тянет уже не голод, а их тянет их чрезмерное вот это вот желание, которое они себе придумали. Получается, что человек, вся его жизнь идет, он трудится, трудится, трудится. Ради чего? Ради того, чтобы пожрать. Как говорится, есть люди, которые едят, чтобы жить, есть люди, которые живут, чтобы есть. И, ну, я думаю, что для человека мыслящего, духовного и развивающегося, ему понятно, что это ужасно жить для того, чтобы есть. Это так даже, ну, то есть это ужасно. Это вынуждены коровы, они вынуждены все время жевать. У них жизнь такая коровья, да? Но человек же не корова, то есть он не должен все время жить ради того, чтобы есть. И вот, значит, мы прошли до 26-го отрывка. Давайте еще один 27-й. Нам показана сейчас обратная сторона. Как царь Соломон, он все время показывает нам позитивную сторону, показывает, как она работает и что нужно делать. И показывает сразу негативную, обратную сторону медали, как происходит в мире зла. Он нам говорит в 27-м отрывке. Иш блияаль коре ра. Есть люди, блияаль, это такое понятие без ярма. То есть блияаль, это человек без ярма торы. То есть есть человек, который, он сбросил с себя ярмо торы, ярмо, как бы заповеди, ярмо власти Всевышнего. И он говорит, а кто мне указчик? Я что хочу, то и делаю. То есть мне указчик единственный, это мое желание. И что я захочу, то и делать буду. Есть такие люди. И вот эти люди называются блияаль. Ну такое, нехорошее слово. Как бы царь Соломон, это он как так, как сказать, человек без ярма. Но вообще это он, как бы, таких людей ругает. И он говорит, что эти люди, коре ра, они копают зло. То есть есть такие люди, они, как бы, им чем в жизни заниматься? Они все равно знают, что они из этого мира уйдут и никуда они не придут. У них даже нет такого намерения. Они знают, что у них нет будущего. Значит, их единственное желание в этом мире принести больше зла, сделать больше зла другим людям. Сделать так, чтобы, когда он уйдет из мира, я читал книжку одного нерелигиозного тренера, да, такой очень хороший тренер. Реально он знает, такие вещи знает, то есть, ну просто, как продавать, как управлять временем, как управлять людьми. Там у него все называется жесткий, там, менеджмент. То есть выжать из людей все, выжать из времени все, выжать из всего все. Он говорит, а у меня знаете, какая мечта? У меня мечта, чтобы я перед смертью успел все свои деньги потратить. И мало этого, я хочу еще занять миллион долларов, чтобы, когда умру, положили со мной в гроб неоплаченные чеки. Он миллионер, он богатый человек, он реально много зарабатывает, очень много зарабатывает. Но он говорит, вот такая вот у меня мечта. То есть это как раз иллюстрация этого отрывка, что есть люди без ярма, без ярма небесного, да, потому что, в принципе, люди-то, какая ему разница? То есть он понимает, как из людей выжать все. И когда нет этого небесного ярма, он корера, он как бы копает зло. И на языке его, как огонь, как огонь сжигающий. То есть такие люди, они, естественно, чего им говорить мягко, как медовые булочки. Зачем им говорить, как медовые булочки? Он наоборот хочет, он как бы, его главная цель в этом мире, это власть, это подняться над другими обезьянами. И этих обезьян, значит, ущемить, да, если мы посмотрим в животный мир. Шимпанзе воюют между собой, животные, они, у них нет такого там добро, пожалеть кого-то, да. То есть у них есть инстинкт выживания. Я должен быть самый сильный в своей стае, для этого, если надо, я всех поубиваю в своей стае. А все остальные животные или для меня пища, или я пища для них. То есть я должен, от кого-то я должен убегать, кого-то я должен съедать. Все, вот это вот животная жизнь человека без ярма небес, да, это то, что им двигает по жизни. И поэтому мы должны знать, что если человек, нет у него страха перед небесами, то как только что-то пойдет не так, как он хочет, он в любой момент способен сорваться, зарезать, убить, ну и так далее. То есть это надо понимать, что люди без страха перед небесами, когда Авраам Авину, прадец Авраам пришел в Египет, и когда Ицхак пришел в Келемелиху да царю Плешким, они первое, что сказали, что здесь нет страха перед небесами, а раз так, то надо опасаться за свою жизнь. То есть такие люди, они реально звери. Все, дорогие друзья, значит, давайте перейдем на оптимистическую ноту. Значит, булочки, медовые булочки, приятные слова, которые будут сладостью для души и которые будут исцелением для костей. Значит, давайте подводим вывод, какие можно сделать выводы. Ну, первое, что все это, все человек живет в разговорах, и его разговоры с собой хотя бы, да, надо начать с себя внутри, они должны быть мягкие, как булочки. Хотя вы себя пожалейте, говорите с собой внутри, как медовые булочки. То есть вам же с собой же и жить, если у вас в голове звучат огонь сжигающий, то он в первую очередь сжигает вас. Поэтому внутри говорите с собой, как медовыми булочками. Вот если внутренний голос сохранять все время в состоянии приятные вот это вот имрей, но такие приятные слова, то, конечно, жизнь пойдет по-другому. Все будет сладко, и значит, что еще будет исцеление для костей. И второе, что можно отсюда извлечь урок, что не ищите легких путей, как говорится, не ищите легких путей, потому что легкие пути, они, за ними находится смерть. То есть первое впечатление легкое, а потом оно обязательно переворачивается во что-то плохое, и не надо жить ради того, чтобы есть. А нужно чуть-чуть покушал для того, чтобы была энергия, и дальше эту энергию направлять на добро, на свет, на Тору, на то, чтобы заполнить свою голову, свой жесткий диск, заполнить самыми правильными словами Торы, и через это заполнение перейти в следующий уровень игры, в вечную жизнь, через 120 лет. Все, удачи, успехов! Маадимли, Симха, значит, времена для радости сейчас идут, и всего хорошего. Завтра урока не будет, завтра праздничный день. Послезавтра тоже, потому что за границей это праздничный день. А можете утром успею, послезавтра, потому что у нас есть те, кто живут... Я нахожусь сейчас в Израиле, в Израиле празднуется один день, поэтому я думаю, что я могу проводить урок для тех, которые живут в Израиле. Ну, а кто присоединится, значит, присоединится. Все, друзья, удачи, успехов, до послезавтра. Пока!